Для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры проведения аукционов для аренды государственного имущества и создать условия для честной конкуренции, правительством успешно внедрена процедура сдачи в аренду госимущества через электронную торговую площадку в системе управления государственным имуществом. Так, на электронно-торговой площадке уже успешно провели свыше 200 аукционов. Проведено 205 аукционов. На основании этих аукционов будут заключены договоры аренды. То есть, на сегодняшний момент 205 аукционов проведены, состоялись. Какая-то часть уже договора заключены, которые буквально у нас ежедневно проходят или через день проходят электронные аукционы, по ним заключаются договора. Напомним, электронная торговая площадка – это портал, который позволяет максимально прозрачно провести аукционы для аренды государственных объектов. Сюда входят и здания, и земли, и даже транспортные средства. Но чаще всего арендные соглашения заключаются в сфере общественного питания. Чаще всего, конечно, если по секторам, то в первую очередь это общепит, общественное питание, это столовые, это буфеты, исключительно в сфере общественного питания. Большая конкуренция, например, если мы мониторим проведение электронных аукционов, большое количество желающих участвует на этих объектах. Сейчас на портале etpochmod.kg запланировано проведение 271 аукциона. С этого года под средством электронной торговой площадки будут проводиться аукционы по реализации автотранспорта, находящегося в госсобственности. Следующим этапом станет проведение электронных аукционов в целях приватизации объектов госумущества. К слову, открытые данные позволяют всем участникам получать информацию об объектах государственной собственности. А в системе единого реестра госумущества на сегодня все предприятия и учреждения завершили ввод данных основных фондов, числящихся на своем балансе. Все государственные организации уже зарегистрированы в системе. Их более 1900, в том числе 66 госорганов и 1834 подведомственные госорганам подразделения. Предоставлены права работы в системе ответственным работникам этих госорганов более 3800 специалистам. В системе уже имеются данные за два года. Мы сейчас навели учет основных фондов. В фонде по управлению государственным имуществом также отметили, что в этом году основной акцент будет направлен на оптимизацию структуры госпредприятий и акционерных обществ, автоматизацию системы учета, приватизацию аренды госсобственности, а также повышению корпоративной культуры посредством проведения обучающих тренингов и улучшением менеджмента госкомпании. Айзада Урумбаева, Бакет Мамацаев, Пирамида.